Всем привет! Заканчиваем обзор ценообразования. Мы на бюджетной фабрике. Здесь мы упускаем наш бюджет и сейчас я расскажу примерно в розничных ценах, как всегда, что, почему и как стоят спинки, которые вы получаете в России. Расскажите об двух вариантов. Первый вариант это бюджет, но более-менее приличный, скажем так. И второй вариант это бюджет, чисто графитовый, но минимально возможной ценой. По сути, если мы говорим о более-менее приличном бюджете, то обычно у нас будут припрыги корейские, корейские припрыги SK и с модульностью в графитовых припрыгах 24 и 30 тонн. Значит, розничная цена за квадратный метр 24 тонн приличного, но не самого дорогого, скажу так, припрыга 24,5 доллара. Квадратный метр 30 тонн стоит примерно 30 долларов. Если мы совместим примерно в бланке, сколько хочется в бланке. По стандарту это примерно 12 долларов цена материала в бланке. Тут же параллельно говорю про более бюджетный вариант. Если будет использован только 24 тонны припрыг, то цена материала в бланке будет примерно чуть менее 10 долларов. Дальше. EVA на бюджетных моделях, естественно, подешевле. Примерная розничная цена за всю ручку, стандартная, условно стандартная, получается в районе 6 долларов с копейками. Катушку держать. Если это копия Fuji с более-менее приличным качеством и всеми делами, соответственно, у нас получается 3 доллара. Это нормальный. Если совсем бюджетный, то он будет стоить примерно 2 доллара. Следующий момент. Это очень важный момент, это кольца. Даже на бюджете я стараюсь ставить хорошие кольца, особенно когда мы делаем, соответственно, более-менее приличный бланк и портить ему тяжелые кольца я не хочу. То есть это кольца Seagite, Seagite LS. Розничная цена комплекта колец примерно в районе 16 долларов. Если мы хотим по минимуму сократить наши, скажем так, цену, то мы можем поставить, например, обычный китайский Seagite. Цена вопроса розничная, это примерно 8 долларов. Дальше. Намотки. Намотки достаточно дорогая вещь даже здесь, но это все-таки не корея и не средняя цена, скажем так, завода, которые производят средние по своим ТТХ моделям. Здесь все сильно бюджетнее. То есть каждая накрутка здесь стоит порядка 15 центов. В среднем, если мы возьмем и просто посчитаем количество вот этих вот намоток, то у нас получится примерная цена. Примерная цена в районе, скажем так, 5 долларов. Если мы делаем более сильный бюджет, мы уменьшаем вообще количество этих рапингов, намоток. И здесь у нас получится уже цена вопросов порядка, если не ошибаюсь, порядка 4 долларов. Сразу предупреждаю, в очередной раз это очень примерные цены, потому что, конечно, от каждой модели туда-сюда можно сказать. Продолжаем. Чехол. Более-менее простенький чехол, но приличного качества. Это в районе 3 долларов. Совсем-совсем простой чехол 2 долларов. Следующее, колечки. Колечки, колечки штука довольно дорогая, но примерный комплект из 6-7 колец обходится потребителям России в районе 5 долларов за вот этот вот комплект. Если мы сильно сократим это количество, сделаем их совсем простыми и не вычурными, это 3 доллара. Дальше, наклейки. Ну, если более-менее приличные наклейки, то это комплект наклейок на бланк, это в районе 4 долларов. Соответственно, в более максимальном бюджетном варианте это 2 доллара. Ну и последний момент сборка. Сборка здесь, в принципе, все зависит от сложности деталей и прочее, но для более-менее приличного бюджета это в районе 12 долларов, для совсем-совсем простого бюджета это 10 долларов. Вы можете задать личный вопрос, можно ли дешевле? В принципе, дешевле можно. Первый момент. Мы используем совсем дешевый композитный бланк. Кстати, очень многие конторы этим грешат. Сразу расскажу, как отличить. Берете, в первую очередь, смотрите комель. Если внутри комли видите либо спирровидные белые вставки, либо просто белые, а потом черные, это значит там композит. Такой бланк будет стоить потребителю дешевле примерно на 2 доллара. Пункт 1. Дальше, дешевле можно сильно сэкономить на кольцах еще примерно 2 доллара, а это уже в этих ценах сильно экономия. Сэкономить можно поставить совсем полное барахло, честно говоря, никогда этим не обманулся, поэтому колечко у меня стоит. Сэкономить можно на чехле святое, то есть вообще без чехла. Ну и, собственно говоря, на сборке. То есть в цену сборки входит не только сам непосредственно рабочий процесс, а еще самое главное, что это контроль качества. Вот чем дешевле, скажем так, для заказчика сборка, тем, давайте понимать так, менее серьезное качество будет после производства спиннингов, когда специальный обычный человек смотрит каждую модель, каждую палку и смотрит, если не какие-то ксихи. Естественно, все это делается вручную и при больших объемах выжатых палок штука тоже достаточно сложная, поэтому условно контроль качества он присутствует, но на самом деле в бюджете ксихи были, есть и будут. Без этого в принципе невозможно. Вопрос, насколько они системные и насколько гарантийные обязательства компании-продавца покрывают, скажем так, ксихи. Я думаю, что Америку вот этим я никому не открыл, оно все так и получается. К чему пришли? Примерно переходим к цене вопроса для Барли в России бюджетного спиннинга более-менее приличного качества, где у нас, как я уже сказал, нормальные пользы, где у нас смесь препрайгов с графитом 24-30 тонн, и где у нас более-менее все сделано качественно, возможно, даже добавлено там CP, либо 1K препрайги, которые усиливают бланк. Примерно у меня получается, что цена такого спиннинга будет в районе 60-70 долларов. Если мы делаем все максимально бюджетно, сделать чистый графитовый спиннинг, более-менее приемлемым качеством и более-менее адекватным по отношению строй, тест, вес и прочее, вот дешевле 47 долларов у меня почему-то не получается. При этом, как я уже говорил, наверное, раньше, если вы смотрели в районе муски, маржиналь здесь не звездный, то есть никто там 100% прибыли, даже вот какой прибыли, маржи, в принципе, здесь не имеет. Собственно говоря, на этом коротко всего. Теперь, когда вы будете смотреть спиннинг, просто ориентируйтесь, что и как стоит, и за что стоит иногда переплачивать, а за что нет. Ну, опять же, вот видел варианты, там, очень дешевенький бланчик, очень хреновенький катушкодержатель, практически нет евы, на этом, кстати, тоже эконом. Вот, но при этом сделано, скажем так, чуть ли не CP стоит по плану. А CP, кстати, стоит, об этом я уже говорил. Вот. Я бы не стал бы смотреть на такие спиннинги, потому что вся цена там, как раз вот в этом CP, а все остальное стоит ничего. Ничего, как бы, ничего нет, ничего и не будет. Ладно, на этом все, я продолжаю работать, тут работы много. Вот. А вам, как бы, приятного просмотра и при выборе спиннингов не делайте лунных ошибок. Все, всего доброго, всем пока. Во-первых, беда при покупке в России – это доставка растаможек. Примерная цена вопроса доставка бюджетного спиннинга из Китая в Россию – это примерно 38%. То есть все, вот от цены в Китай мы автоматически добавляем 38%. У нас же законодательство от этого никуда не делится. Вот. Пункт 1. Пункт 2. Когда китайцы на Алиэкспрессе продают спиннинги, есть маленькая проблема. Они там экономят практически на все. То есть, во-первых, они абсолютно исключают, условно говоря, розничный сегмент. У них вот оптовик по оптовым ценам пытается там что-то продать. Вот. В принципе, такая концепция покупок имеет право на жизнь. Вот. Единственный риск, который я, например, для себя не воспринимаю и не люблю – всегда покупаешь в каталюшке. То есть спиннинги сделаны китайцами, которые, в принципе, о рыбалке имеют очень смутное представление. Вот, честно говоря, сколько езжет по заводу, реально рыболов, даже в аренды – единицы. Основная масса людей рыбу не ловит, тем более как мы. Вот. То есть тут можно попасть на то, что ты купил что-то, которое не понятно, чего сделано. Вот. Ну и, соответственно, контроль качества, если там какие-то косяки будут, а они там в бюджете, как я уже сказал, бывают, всегда вопрос в раз в процентовке, да? То, что вы будете с этими спиннингами делать? Ну, а так – ходите, когда в мешке покупаете, вопросов нет. И они, конечно, же. И. И.